здравствуйте хочу вам сегодня представить еще один сорт очень интересный ели обыкновенной это сорт рубра спиката и вы наверное уже видите в чем разница между обыкновенной елью рубра спиката и вот елочками которые мы накопали в лесу и посадили вот такую вот живую изгородь вы видите что молодые побеги в обыкновенной ели вы наверное где-то уже это видели в лесу сто раз тысячу раз они нежно-зеленого салатового цвета нежные побеги а у ели рубра спиката молодые побеги вот посмотрите какие они яркие я даже не знаю как назвать этот цвет красный не красный бордовый не бордовый но они очень яркие и вы можете сравнить посмотрите какой разный цвет первый раз когда я увидел эту ель именно в таком состоянии когда у нее побеги вот такого цвета я сразу же подумал как было бы красиво если вся эта моя живая изгородь была именно из этих елей да эта красота не долговечна такой цвет у молодых побегов бывает всего лишь только две недели потом он начинает светлеть и в конце концов становится зеленым и все лето эта ель стоит такая же зеленая и зимой и летом она зеленая всего лишь две недели вот такой красоты но эта красота действительно впечатляет особенно представьте себе если бы это было густая живая изгородь сейчас мы немножко размножили у нас уже есть какое-то количество саженцев и у меня все-таки есть мечта посадить именно из такой ели вот живую изгородь или у себя или у кого-нибудь из клиентов согласитесь это было бы впечатляюще еще одна особенность этой ели все таки из нее не получится сделать широкую изгородь потому что да она идет одним стволом вверх у нее один проводник и она все-таки растет вверх но боковые ветви обратите внимание на саженцы здесь уже видно боковые ветви у нее не растут горизонтально как у ели обыкновенной они не горизонтальны они повислия они повисают даже уже молодых елочек у молодых саженцев и поэтому это будет вертикально растущая елка но с повислыми вот такими вот ветками поэтому если даже мы посадим живую изгородь из такой ели во первых ее придется очень мало стричь возможно только для загущения и благодаря этому благодаря тому что у нее будет повисло и по будут повисло и ветви она не будет расти в ширину ее фактически не надо будет стричь возможно ее нужно будет кончики подстригать только для того чтобы она быстрее загустилась для загущения ну что ж будем экспериментировать и сажать вот из таких и елочек что-нибудь интересное хотя она прекрасно я думаю будет смотреться и как акцент весной вот с такими яркими интересными побегами и как одно отдельно настоящее дерево все удачи вам до новых встреч вот представьте себе вот такая арка если бы ее немножко побольше сделать можно было бы полный рост пройти а так ее можно будет пройти нагнувшись а детишки будут в будущем бегать под таким деревом вообще просто пробегать эта ленточка очень хорошо растягивается она очень эластична и она полностью загерметизирует прививку посмотрите вот не сравнишь с магазином да обалдеть совершенно мягкий прям ворту тает вот тает ворту его не надо все мы видим в в в в в в в т.к.